Президент Украины отметил День военно-морских сил вместе с одесситами. Петр Порошенко вручил военным морякам государственные награды и назначил командующего ВМС Украины. Им стал Игорь Воронченко. После этого президент посетил комплекс Кадор на французском бульваре. Там глава государства вручил военным ключи от семи квартир. Подробности знают мои коллеги. В Одессе громко отпраздновали День военно-морских сил Украины. С оркестром, танцами, авиашоу и наградами от самого президента. Мероприятия начались ранним утром. Уже в 9 часов торжественно подняли военно-морской флаг на кораблях и катерах флота. Позже возложили цветы на воду в память о тех, кто не вернулся с моря. Посмотреть на торжественные возложения венков на воду в память о погибших моряках смогли все желающие одесситы, гости города, а также журналисты. Мария художница пришла поздравить моряков, поскольку часто пишет картины именно на морскую патриотическую тематику. Я патриот, я люблю Украину. Я люблю показывать ее красоту. Я показываю и пейзажи, и портреты героев АТО, и корабли, которые победительские, так сказать, остались все-таки в Украине. Сами моряки рады такому вниманию. В ответ обещает сохранить мир в Одессе. Уверяет, что морские границы надежно защищены. Веськовые морские силы видновлюют, майже полностью видновили свою боездатность, готовы до выполнения своих беспосредственных завданий охороны державного кордона. После торжественных мероприятий на морвокзале ожидается приезд президента. По предварительной информации, он будет вручать военным государственные награды. Петр Порошенко прибыл на морвокзал в полудню. После приветственного слова глава государства спел гимн с моряками. Сегодня тут, в Одессе, морской столице Украины, эпицентр святкувания Дня Військово-Морских Сил. Саме Одесса стала форпостом, певденним форпостом обороны державы. Сверху за президентом и моряками наблюдали тысячи людей. Киев передает большой привет. Мы с Киевой приехали в гости. Вот попали на этот праздник, тоже очень рады. Морякам терпения, мужества, здоровья крепкого, чтобы жены их дождались, и чтобы они не скучали и защищали нашу родину. Я сегодня здесь со своей семьей, с двумя детьми. Желаем нашим морякам силы, мужества, терпения, большого здоровья и мирного неба над головой. Под аплодисменты президент Украины вручил награды военным морякам, а потом поделился еще одной новостью. Хочу оголосить про свое решение. Призначити на посаду командовача Військово-морских сил, Збройных сил Украины, Воронченко Игоря Александровича. Последним местом визита президента стал комплекс Кадор на французском бульваре. Там президент вручил военным ключи от семи квартир. Основатель строительной компании Кадор Групп, бизнесмен и меценат Аднан Киван показал одну из них. Глава государства остался доволен увиденным. Мы переконались с родиной украинского капитана 2-го ранга. И я могу сказать, что я счастливый, что я сегодня присутся в этой квартире, когда украинские военные моряки получают такие житловые условия. В этом комплексе, с системой климатизации, с качественными отделочными материалами. Это подарок жизни, конечно, потому что военный, который когда получает в наше время нелегкую квартиру, я считаю, что это очень большая благодарность государству, что беспокоится о своих военных. И большое спасибо всем, кто в этом принял участие, для того, чтобы обеспечить сегодняшний день военных моряков квартирами. Президент отметил, что на этом останавливаться не собирается, и украинский флот будет развиваться. Более того, глава страны предложил сделать 2017 годом военно-морских сил Украины.